в чем проблема вот если я хочу организовать такой поиск ну скажем найти кратчайшее синхронизирующее слово для всех автоматов но допустим здесь у состояния проблема стоит том что этих автоматов очень много ну легко понять даже от двух букв значит сколько у нас есть функции на 10 элемент на множество ну значит 10 10 степени а тут нам надо две такие функции взять 10 10 еще на 10 10 в общем очень много а как мы знаем задача услышления кратчайшего синхронизирующего слова но она не простая то есть если мы действительно пытаемся решить честно то в общем надо там перебирать автоматы подможеств то есть в общем то есть вот для каждого из этих десяти в двадцатых случаев надо еще построить значит тысячи элементный автомат и в нем какой-то поиск в общем все это становится очень долго и медленно и даже если это распорелить как-то это не очень хорошо получается а главное что много и этой работы большая часть этой работы идет просто впустую потому что при такой вот естественной генерации каждый автомат много раз порождается помню запоминать их никакой возможности нет никакой памяти не хватит из обоим их кроме того проверить проверять изоморфизм автоматов тоже довольно сложно то есть такая идея что мы их всех где-то сохраняем а каждый новый порождающий со всеми предыдущими сравниваем не видели ему еще она конечно не оправдывается поэтому было бы хорошо иметь такой способ порождать автоматы так чтобы при самом этом порождении ну элиминировать большую часть изоморфных чтобы порождать не из каждого класса изоморфизма ну вот не там ну скажем понятно например что если взять автоматы просто в нем перенумеровать иначе состояние это будет тот же самый автомат но с точки зрения вот такого порождающего процесса когда он просто берем все возможные функции мы такой автомат породим ну по крайней мере 10 факториал раз вот так вот ну а кроме того мы буквы можем переименовывать там значит это еще там если у нас есть достаточно большой алфавит это еще дает там размер алфавита факториал вариантов вот это уже не говоря о том что они просто могут оказаться изоморфными по каким-то другим причинам а вот просто за счет того что мы можем разную нумерацию вводить и состояние буквы алфавита уже получается значит размер число состояние факториал на число букв факториал значит изоморфных автоматов при таком порождении так вот хотелось бы делать так чтобы при каждом ну чтобы порождались ну скажем не все эти автоматы а из этого класса эквивалентности вот ну немного там 5 10 там и так далее какое-то разумное число вот так вот они предложили способ который позволяет это сделать он на самом деле довольно простой то есть ничего такого не душа не какую-то нет это не так но значительно меньше вот это способ довольно простой мне ничего такого удивительного нет но вот он оказался эффективным они для своих экспериментов его хорошо использовали нам удалось это тоже применить способ стоит отслеживать но первых они рассматривают автоматы с таким ограничением что в автоматах есть состояние из которого все остальные состояния достижимы то есть не всевозможные а вот такие что есть состояние из которого во все другие можно выйти ну как мы с вами обсуждали для наших задач это ограничение не является искусственным или каким-то ограничивающим потому что мы уже поняли что все сводится к сильно связанным автоматом а в сильно связан автомат из любого состояния любое можно прийти то есть если мы переберем все такие автоматы все автоматы в которых будем говорить их достижимы из какого-то состояния то мы наверняка не пропустим никаких плохих примеров потому что если плохой пример есть то есть и плохой сильно связанный пример вот это совершенно ясно теперь что они делают вот они берут такое состояние и начинают из него ходить по какой-то букве значит выходят этому состоянию допустим присваивают номер 0 выходят следующее состояние в которое они попали по какой-то букве присваивают номер один ну и так далее и так далее и так далее в результате все состояния получает какой-то номер получается некая нумерация получается такая строчка эта строчка ну с некоторыми еще минимальными данными грубля по какой букве мы попали в это состояние она этот автомат полностью характеризует они доказали теорему ну не сложные в общем на самом деле это так сказать фактические упражнения которые такие последовательности полностью характеризуют вот их статья видите называется string automata representation то есть представление автоматов строкой вот у них каждый автомат это некая строка ну вот он кодируется значит смысл этой строки тот порядок в котором состояние состояние получается из какого-то одного вот а им удалось это не очень сложно решить вот такую задачу вот написано какая-то строка в том синтаксис и которые они используют как узнать эта строка какому-то автомату отвечает или нет вот оказалось что есть очень простые условия которые выделяют среди всевозможных строчек там натуральных чисел с какими-то там метками те строчки которые получают за автоматом таким образом можно генерировать эти строчки да то есть можно генерировать не автоматы сами а генерировать строчкой а потом по ним восстанавливать автомат и при этом уже поскольку нумерация состояния будет зафиксирована автомат будет порождаться ну скажем автомат 10 состоянием 10 факториал раз ну если сильно связано только 10 ну понятно он он будет все равно несколько раз порождаться но потому что он из одного достижения 2 2 3 4 это будут разные последовательности конечно то есть он у нас встретиться не один раз но уже и не н факториал это совсем другой просто порядок и вот значит у нас есть кластер вычислительный такой я не помню сколько там ядер но в общем большой в институте математики в академическом вот он кстати раньше когда-то вот когда я но учился в университете он назывался сами вот у вас по ми а у нас сами он так назывался свердловское отделение математического института но теперь он так сказать уже довольно давно стал просто института математики и механики уральского отделения российской генерал он там у них есть классе по моему он у них не загружен то есть в общем никаких проблем получить к нему там доступа неограниченный ресурс так сказать у нас не было он эту задачу распараллелил и запустил считаться вот и вот когда значит он он посчитал то вот получились вот такие вещи вот первая табличка эта табличка что на ней изображено начну понятно там конечно при реальных вычислениях у него не единица получалось а получалось какое-то число там порядка 16 по моему не получалось в этой табличке то есть но эти 16 автоматов это были разные представления одного и того же автомата это потом мы легко увидели и так сказать упростили то есть это не в точности результат которого программа выдавала обработанный результат когда мы оставили из каждого класса значит и заморных автоматов один представитель вот смотрите значит ну смысл таблицы понятны да значит верхней строчке идут длины кратчайших синхронизирующих слов ну мы знаем если гипотеза черни справедлива то 7 в квадрате это 49 значит самое большое 49 ну действительно ни одного автомата у которого было бы больше чем 49 не нашлось вот автомату которого ровно 49 нашелся ну в этом опять ничего удивительно мы знаем что есть автомат черни что интересно что нашелся только один такой автомат есть никаких других нет ну да он нашелся ну так сказать потом в этом процессе вот что вот черник нашелся да естественно бы боль если бы он не нашелся это значит означало что программа там работает неправильно так что-то это так сказать да да все те автоматы которые этим большим значением и ещё раз вот цель его работы ну как вот я ее поставил, когда, так сказать, поставил задачу, что давайте поищем, вот у нас мало, я уже это обсуждал, что одна из проблем, которая есть, это то, что мало примеров медленно синхронизируемых автоматов. И там, скажем, как-то из головы их придумать не так легко, а пробовать случайным экспериментированием их находить безнадежно. Давайте сделаем такой полный перебор и заострим внимание именно на автоматов с большой, относительно большой длиной синхронизирующего слова. Повезет, контрпример гипотезы черни, значит, найдем, не повезет, ну, будет какой-то набор автоматов, ну, на которых можно там разные методы проверять, разные гипотезы, в общем, все равно будет полезно. И вот, значит, когда, ну, определение достаточно большого, это оно расплывчато, ну, скажем, здесь, начиная с 40, мы читали, что это достаточно много. Реально, ну, вот, если, так сказать, брать средний автомат, то средний автомат с восьми состояниями синхронизируется словом, там, длины примерно четыре или пять, да, вот. Так что сорок это много. Так вот, смотрите, значит, один автомат сорок девять. Затем идет большой пробел, то есть нет ни одного автомата, который бы требовал для своей синхронизации кратчайшее слово было бы длины именно сорок восемь. Ну, просто их нет, не существует. Затем сорок семь, сорок шесть, сорок пять, нет, потом сорок четыре появляется. Значит, ну, тоже только один. Потом сорок три, тоже один. Сорок два, три таких автомата. То есть, там, в таблице стояло сорок восемь, да, так сказать. Вот, ну, вот мы проверили, что это сорок восемь, это три. Потом опять только один. Ну, вот, потом уже начинается пять, ну, а потом их число начинает расти довольно быстро. Ну, хорошо. Ну, в общем, скажем так, такого сорта эксперименты, конечно, и до нас проводились. Например, Трахман, он даже статью на эту тему публиковал, вот, тоже в МФСС, только в 2006 году, где он всякие такие результаты приводили. И, ну, скажем так, вот ничего уж особо неожиданного в этой табличке не было. Хотя, вот, можно обратить внимание, вот, на этот пробел, на то, что эта точка, значит, автомату Черни соответствует, она какая-то очень изолированная. Вот. А вот для девяти. Для девяти, вот, табличка. Значит, что мы видим на этой картинке? Ну, начало опять похоже. Вот есть 64. Ну, 64, это, конечно, сам автомат Черни и есть. Да? Значит, 9 минус 1, 8, 8 квадрат, 64. Затем идет пробел. Эта ситуация нам уже знакома. Он как раз на единицу больше, длиннее этот пробел. Там было 4, а здесь 5. Затем опять появляется один автомат. Следующий, так сказать, серебряный призер. Потом, вот тут два бронзовых, потом три, так сказать, еще там деревянных. А потом, что интересно, еще один пробел появляется. Еще один участок, где автоматов нет. И только потом, вот, на 52-54 появляются снова автоматы. Ну, и потом опять начинается часторасти. Вот. То есть, вот этот факт, он раньше нигде в литературе не отмечался. Я не утверждаю, что его никто не знал. Ну, тот же Трахман, если он действительно, там, как в этой статье 2006 года было написано, все реально пытался перебрать, там, значит, а не только искал самые плохие, а именно, вот, полный перебор. Он, конечно, должен был это видеть. Но нигде это раньше не публиковалось, что вот такой паттерн, да, значит, один, потом какой-то пробел, потом маленький остров, потом второй пробел, ну, потом дальше. Вот. Вот такой, так сказать. Ну, это и дальше прослеживается. Потом мы уже ставили такого сорта эксперименты. Ну, вот, мы уже не пытались все автоматы перебрать. Вот. Ну, их число слишком быстро растет. То есть, есть состояние числа. Да. А именно, ну, скажем так, вот, так сказать, искали нацеленные автоматы с большой длиной синхронизирующего слова. Вот. Там были некоторые юристики, которые там, часть автоматов позволяли сразу откидывать и их не исследовать. То есть, нам не волновало, если мы могли с помощью какой-то юристики сказать, что у него короткая длина, то какая именно, нас не волновало, и мы отбрасывали. А вот если было подозрение, что он может быть длинным, мы это искали. А, это хороший вопрос. Да, такая работа есть. Вот у меня есть, ну, он еще магистрант, Женя Типикин, вот он это именно с помощью садсолверов делает. Но я не думаю, что там возможен полный перебор. Ну, вот всякие... Я помню, я как раз написал, что, ну, вот, как это просто тупая формула существует автоматом, с 10-ю состояние, у которого каждое, там, слово длиной меньше, чем 81, она не синхронизирующая. Да. Если это не очень ужасная длинная формула... Нет, формула получается, как сказать, вот формула получается не очень длинная, но вот в так точности, это не одна формула, это надо несколько раз запускать. То есть, вот просто написать формулу легко, а вот для того, чтобы точную границу найти, это надо смотреть. Да, ну, такого сорта мы тоже делали. Ну, вот, значит, вообще, ну, вот, как бы, вам всем предстоит постареть в будущем, и, в принципе, ничего хорошего в этом нету, так сказать. Я могу вам честно сказать, что быть молодым намного лучше, чем быть старым. Но если есть какие-то преимущества в том, что ты уже старый человек, оно состоит в том, что ты много уже где-то что-то слышал и видел. И когда вот я эту картинку увидел, я понял, что где-то я это видел. То есть, это, ну, вот такого сорта эффекты, ну, так сказать, в дискретной математике я видел. Ну, вот здесь написано, да, что вот второй пробел получается, возникает первый раз, мы его зарегистрировали, когда было 9 состояний, а дальше он все время существует, и его поведение довольно регулярно. То есть, он, так сказать, растет, ну, там, так сказать, четность числа состояний играет роль. То есть, не то, что он всегда по единичке возрастает, а вот при переходе от четного к нечетному, значит, и к следующему четному, значит, он меняется немножко. Но, в принципе, очень-очень регулярное такое поведение. Вот. Так вот, то, что, значит, я вспомнил, где я это видел, это распределение экспонент неотрицательных матриц. Есть такая тема в теории матриц, экспонент, и сейчас я расскажу, там, о чем идет речь. И вот там наблюдается очень похожий эффект. Вот. Значит, ну вот, точку не поставил. Ну, ладно, это я справлю после номера слайда. Значит, вообще есть такая, я про это уже упоминал, довольно богатая математически содержательная теория неотрицательных матриц. То есть, матриц, у которых все элементы – это неотрицательные действительные числа. Там есть красивая теорема Пирона Фрабениуса о собственных значениях и все такое. Я не хочу в нее углубляться, хотя это, на самом деле, очень интересно. И вообще-то, ну, доказательства очень нетривиальные, результат сам очень полезный, на нем много всякого основано. Вот. Известно, что Леонтьев Нобелевскую премию получил по экономике за эту теорему. Знаете, вот есть такой знаменитый эконист Василий Леонтьев. Значит. Вот. Как он просто, ну, знал теорему Пирона Фрабениуса и применил ее, ну, точнее, не привил, а сформулировал ее в экономических терминах. Вот. Значит, это для экономистов было такое потрясение, что им за это медленно дали Нобелевскую премию. Вот. Так вот, к счастью, для целей данного доклада можно сформулировать все понятия, которые нам нужны из этой теории, так, что там, скажем, слово «собственное значение», «собственный вектор» вообще не будет употребляться. То есть, то, что здесь написано, это не есть определение, такое классическое, примитивное матрице. Если, ну, взять учебник, там, не знаю, книгу Гантмахера «Теория матрицы», посмотреть, что такое примитивная матрица, там это иначе будет определяться, с помощью собственных значений из спектрального радиуса. Ну, из одного результата Фрабениуса следует, что это эквивалентно. Поэтому мы можем со спокойной совестью принять это под то, что написано на слайде, в качестве определения. Будем говорить, что неотрицательная матрица примитивна, если у нее есть какая-то степень, которая положительна. Вот мы ее начинаем возводить, возводить степень, и постепенно все нули исчезают. Вот. Понятно. Вот. Значит, это вот, мы будем говорить, что это примитивная матрица, и это эквивалентно тому каноническому… Положительную матриц, которая… Все элементы положительные, да. Положительная матрица, это все элементы положительные числа. Так вот, это эквивалентно тому каноническому определению, которое в книжках по «Теории матрицы». Вы увидите. Вот. Сам Фрабениус. А, ну вот интересный вопрос. А когда же это случится? Значит, ну скажем, вообще можно предположить, что это могло бы для разных матриц занимать, ну и собственно так и бывает, для разных матриц это разное время занимает, то есть одни быстро становятся положительными, другие медленно. Вот наименьшее К с таким свойством называется экспонентой матрицы, то есть экспонента матрицы, ну вот у нас это не Е в степени матрица, а вот наименьший показатель с тем свойством, что матрица в этой степени, степень с таким показателем становится положительной. Вот, сам Фрабениус доказал, что если есть n на n матрица примитивная, то в степени 2n в квадрате она становится положительной. Вот, но это не была точная оценка, а точную оценку получил немецкий математик Гельмунд Вилланд в 50-м году, а именно он доказал, что экспонента вот этой самой произвольной n на n матрице не превосходит такой величины n в квадрате минус 2n плюс 2. Ну это n минус 1 в квадрате, знакомая нам величина, плюс 1. Вот, и он привел пример, показывающий, что это точная оценка. То есть это, ну это еще пока слабая работа, там подумаешь, вот дальше будет больше. Если автоматция стала положительной, то дальше что с ней не делая, она положительной останется. Вот, ну довольно интересно, вот он это действительно доказал в 50-м году, но почему-то он не опубликовал это доказательство. То есть вот у него была статья, там про собственное значение, там не отрицательное. Вот такая очень, так сказать, статья по вычислительной линейной алгебре, я бы сказал, вот этот топик. И там он это опубликовал, причем он умер относительно недавно, там в 2000 каком-то году. И вы в архиве нашли это доказательство, то есть он вот двух, есть статья в журнале «Линейная алгебра» и ее приложение, где прямо воспроизведено, имеется в виду, прямо вот отсканирован этот рукописный текст, на котором так аккуратно написано доказательство. Где-то в поезде он написал его. Почему он опубликовал, не опубликовал, непонятно. То есть оно у него действительно было и все. Ну, это, я бы сказал так, не очень сложно, но и нетривиально. В общем, то есть это не такое утверждение, что любой человек, там ничего не зная, сядет и говорит, правда у меня был один такой аспирант, который это сделал. Он в других терминах, ну вот, это я не правильно сказал, он не мой аспирант был. Ну, то есть в нашей группе был такой молодой человек, который был аспирант Андрея Сергеевича Ананча, Паша Мартигин. Вот он нам такую задачу рассматривал и доказал прямо вот именно эту оценку. И потом, причем, так сказать, с нуля, вот именно там тяжелыми такими чисто дискретными комбинаторными рассуждениями, и потом мы поняли, что это он доказал терему Виллента. Вот, у меня задача так ставилась, а, могу, кстати, рассказать, да, вот, есть, ну, граф направленный, и там некоторые вершины, ну, как сказать, заражены, скажем так, да, А? Ну, почему сибирская язва? Ну, там, допустим, это компьютеры, значит, соединенные в сеть, и на некоторых из них есть вирусы. И вот спрашивается, значит, и начинает распространяться это, зараза, так сказать, по сети. То есть, вот если у меня есть вершина, то через один такт все смежные с ней вершины снова становятся зараженными. А она сама выздоравливает, если только на ней не было петли. Если на ней есть петля, то она сама себя как бы снова и снова заражает. А если нет петли, то, вот, так сказать, она спрашивается, через какое время эта зараза распространится. Ну, бывают такие случаи, когда эта, так сказать, эпидемия, там, скажем, в каком-то участке только будет циркулировать, а бывают такие случаи, когда она распространится на весь граф. Да? Вот спрашивается, когда она распространится на весь граф, то есть как быстро это может случиться. Вот как раз, значит, оценка именно такая. И вот граф Вилланд, который соответствует примеру, который Вилланд построил, она как раз тоже была империя открыта. Ну вот это, конечно, с одной стороны это делает честь его математическим способностям, потому что это нетривиальное утверждение, особенно если его доказывать именно так вот с нуля, то есть без всякой подходительности. Который, конечно, жалко, что это потом мы осознали, но постепенно, когда он стал это рассказывать и статью оформил, стало понятно, что это все уже известно. Ну так вот, Вилланд сам не опубликовал доказательства, он даже не опубликовал, и возможно это сделало его популярным, потому что стали люди публиковать доказательства разные. Самое простое, по-моему, у Перкинса, вот в 60-м году Перкинс такой есть математик, который как раз, ну, имя которого мне было очень хорошо известно, совсем по другим его работам, там, таким чисто алгебраическим. Вот, а потом вот я с удивлением узнал, что в свое время он этой задачей занимался. Вот, вот, так вот, и после этого довольно много изучали поведение этого экспонента, то есть какие возможны экспоненты. И вот оказалось, выяснилось, такие закономерности, причем в данном случае они не экспериментально были выяснены, они прямо были строго доказывать, все математические теоремы, что есть два в данном случае наибольших значения возможных. Это вот n-1 в квадрате плюс 1 и n-1 в квадрате. Понятно? Каждое из этих значений достигается на единственной, ну, с точностью до, там, перестановки строчек и столбиков матрицы. Потом идет пробел, значит, промежуток, в котором нету возможного значения экспонента, то есть числа, которые не могут быть экспонентой никакой n на n матрицы. Потом есть маленький остров, а потом идет еще один пробел. Ну вот, это, конечно, было интересно. А что было еще интересно, что вот довольно такое жесткое соответствие между размерами этого острова, который там в матрицах появился, и размерами того острова, который мы экспериментально обнаружили, и размерами этих пробелов. Не то, что они равны совсем, я потом покажу, ну, покажу там вот именно сопоставление результатов, но они довольно тесно связаны. То есть получилось, что вот то, что происходит для автоматов и то, что происходит для матрицы, это такие картинки, которые, ну, вот, получается так, вот мы берем картинку про матрицу, ее на единицу сдвигаем и потом накладываем саму на себя. И вот это в точности та картинка, которая у автоматов. Ну, когда вот это, так сказать, все было там осознанно, то стало понятно, что это не может быть таким простым совпадением. Не может быть, что два объекта, значит, вот так вот, так сказать, себя ведут, и при этом никакой причины для этого нет, что это случайно вот так совпало. То есть надо что-то такое понимать про матрицы, ну, и про автоматы, и тогда, может быть, удастся что-то доказать. Вот. И мы начали уже так систематически это просто исследовать. Ну, я не скажу, что мы пока там что-то такое изрядово выходящее доказали, вот, но кое-что удалось. То есть вот в частности, что нам удалось, и вот это я, может быть, даже, ну, вкратце в этом докладе опишу в этой лекции. И нам удалось объяснить происхождение всех вот тех графов, которые в этой таблице появляются, всех тех автоматов, которые появляются с большими длинными синхронизирующих слов. То есть за каждым из них какая-то матрица стоит. Вот. Ну, вот. Ну, на самом деле я буду не про матрицы говорить, а про графы, про ориентированные графы. То есть мы-то именно, ну, вот, теория перронов-рабрения, она, конечно, про матрицы, но на самом деле, может быть, даже понятнее, нагляднее будет все, если это все на языке графа сформулировать. Ну, что такое орграф, все, конечно, знают, но я даю определение здесь именно потому, чтобы, ну, заострить внимание на том, как я вот в этой части лекции буду понимать орграф. Немножко не так, как я до сих пор это понимал. Удобно именно так это здесь понимать. Значит, это множество вершин и множество ребер, то есть ребра, это пара вершин. То есть ребра это отношение на вершину. Значит, что здесь важно? Надо заметить, что это определение исключает кратные ребра. Да? То есть не может быть кратных ребер здесь, да? Ну, петли, конечно, разрешаются при этом. Вот. Так вот. Матрица такого ориентированного графа, это просто матрица смежности, ну, соответствующего отношения. Значит, у нас множество ребер, это есть бинарное отношение на множество вершин. И матрица показывает, это 0,1 матрица, в ней элементы 0,1. И единица стоит на месте V в штрих, где V какая-то вершина, а V штрих какая-то другая вершина. Тогда и только тогда, когда есть стрелочка из V в штрих. То есть, матрица смежности, это какая-то матрица, которая проиндексирована вершинами и ребрами. А, ну, хорошо, ладно, аджастность, да, матрица смежности, хорошо, вы, наверное, правы. Ну, вот, возьмем вот такой граф, да? Ну, понятно, что матрица зависит от способа нумерации вершин. Ну, вот, допустим, что вершины пронумерованы так, как они пронумерованы на картинке. Вот тогда матрица получается такая, да? Вот, первая вершина смежна сама с собой, со второй, значит, первой строчке стоит сначала 2 единички, а потом 2 нуля. Потому что с третьей и четвертой они смежны, ну, и так далее. Вот, обратно. Если есть неотрицательная матрица, P, да, с элементами P и Y, то ей соответствует некоторый ориентированный граф. Ну, на множестве индексов от 1 до N, если у меня есть N на N матрица. Из I идет ребро в Y, тогда и только тогда, когда соответствующий элемент матрицы положительный. Ну, то есть, вот, если по этой матрице восстановить обратно граф, это будет точно этот самый граф. Легко понять, что во всех этих разговорах про положительные и неотрицательные матрицы, там, про возведение матрицы в степень, на самом деле, совершенно не важно, чему элементы матрицы равны. То есть, если взять какую-то матрицу неотрицательную, и все элементы в ней единицами заменить, не нулевые, то экспонента этой матрицы будет такая же, как экспонента из сквотной матрицы. Потому что тот факт, что там положительное что-то получится в определении, он зависит только от, ну, от отличности от нуля, да, этих неотрицательных элементов. Поэтому мы можем ограничиваться матрицами с ноликами-единичками, а значит, мы можем вместо матриц спокойно рассматривать деграфы, ну, ориентированные графы, да, что, собственно, мы и будем делать. Вот, то есть, понятно, что за этим всем скрываются какие-то матрицы, но для простоты, значит, и для наглядности я буду говорить про орграфы. Значит, так что вот всякие понятия можно, которые были про матрицы, значит, переносить на орграфы, и что тогда получается. Вот, ну ладно, а графы мы будем красить так, чтобы получались автоматы. Мы уже этим занимались в проблеме раскраски дорог, но тут есть маленькое отличие, то есть, теперь никаких вот таких искусственных ограничений, что у моих орграфов обязательно степень исхода одна и та же, мы накладывать не будем, и будем разрешать каждому ребру приписывать, ну, столько красок, сколько надо, столько цветов, сколько надо. То есть, у меня есть какой-то алфавит цветов, и раскраска – это приписывание, так сказать, ребрам цветов, ну, или там меток из нашего алфавита, так, что в результате получится детерминированный конечный автомат. То есть, множество тех, вот если взять какую-то вершину и записать множество всех меток, исходящих из нее, ребер, то это должно быть наша сигма, наш алфавит. А уж как они там распределяют, то есть, на каком-то две метки, на каком-то три, ну, каждый цвет встречается только один раз, чтобы автомат был детерминированный, да. Каждый цвет, вот если я раскрашиваю, так сказать, локально, стрелки, выходящие из-за вершины, допустим, три стрелки, раскрашиваю пятью цветами. Каждый цвет можно использовать один раз, ну, вот можно, скажем, одну вершину двумя цветами, одно ребро двумя цветами, одно ребро еще двумя, но одним. Это будет совершенно нормально. Ну, да, ну, такие, мне интересно нам, да, изолированными вершинами. Вот. Ну, вообще, как правило, мы будем сильно связанные рассматривать. Ну, теперь, что я буду понимать под графом автомата теперь? Ну, понятно, поскольку я определение орграфа дал вот такое, как я дал, то мне надо будет отождествлять кратные ребра. Да, то есть, вот если я взял автомат, я стер с него все метки, и если в результате получились кратные ребра, то я их склеиваю в одно. Вот такую вещь я буду теперь понимать под орграфом автомата. Вот, ну, вот примерчик. Вот слева нарисован тот орграф, который мы уже видели, справа одна его раскраска, эта раскраска нам знакома, это как раз автомат черня, получается. В центре. А слева другая какая-то раскраска, это не автомат черный, это какой-то другой автомат. Значит, понятно, что у одного этого же орграфа может быть много раскрасок. Ну, вот здесь у меня одно ребро исходит, поскольку я двумя буквами крашу, ну, вот, я вынужден просто автоматически это ребро покрасить этими двумя красками. Понятно. Ну, еще там раскрасок очень много, конечно, у каждого графа много раскрасок. Хорошо. Вот, теперь, ну, естественно, орграф будем называть примитивным, ну, если его матрица примитивна. Но оказывается, что это в точности то, та примитивность, которую мы рассматриваем в лекции про проблему раскраски дорог. Это не есть тривиальный результат, но это, в общем, значит, можно увидеть, что это то же самое. Понятно. То есть, вот, примитивный орграф, это такой орграф, у которого матрица примитивна. И в то же время это в точности означает, что он сильно связный, так что изолированных там никаких вершин быть не может. И наибольший общий делитель длин всех его циклов район единицы. Ну, вот, то, что дальше написано, это как раз следствие того, что примитивность в двух этих смыслах совпадает. Что это значит, что степень матрицы положительна. Как связана вообще степень матрицы с орграфом этой матрицы? Ну, скажем, вот, я взял матрицу, взял какой-то орграф, нарисовал матрицу, возьмел матрицу в квадрат. Получилась снова матрица, по ней можно снова построить орграф. Как вот эти два орграфа будут связаны? Исходный и орграф, построенный по квадрату. Куда можно дойти в два шага? Совершенно верно. Новый орграф показывает, это такой орграф, который показывает, куда в старом графе можно дойти ровно до два шага. Правильно? Вот. Значит, матрица куба отвечает, куда можно дойти ровно за три шага. Так вот, если орграф примитивный, это значит, что его матрица примитивная, это значит, что какая-то степень t, какая-то степень с показателем t у него положительна, это значит, что в этом орграфе из любой вершины в любую можно зайти ровно за три шагов. Ну и вот наименьшее t с таким свойством, это и есть экспоненты нашего орграфа. Это в точности то же самое, что экспоненты матрицы, вот так, как я ее определял раньше. Итак, вот если чисто в терминах теории графов сформулировать, эти понятия... А что значит загнать тут, так сказать, тут меток нет уже? Ну, на самом деле, за t плюс n минус 1, если уж так быть точным. Ну, много, да. Но какой-то из них, может быть, может. Ладно. Хорошо. Вот. Ну вот, дальше я напоминаю, значит, про связь между примитивными графами и синхронизированными автоматами. Вот. То, что в этой статье Адлера, Гудвина и Вайса было сформулировано, что если взять деграф сильно связанного синхронизирующего автомата, он обязательно будет примитивным. Это мы с вами доказывали прямо. Ну, и проблема раскраски дорог, которая теперь уже теорема, утверждает, что обратное тоже верно. Значит, вот, если понимать раскраску так, как я ее сформулировал, то просто можно забыть про все эти условности, что там из каждой вершины выходит одно и то же число ребер. Вот. А сформулировать именно так, да, что если есть примитивный орграф, то у него есть синхронизируемая раскраска, то есть автомат, который является синхронизированным. Так что вот это как раз к той дискуссии, которая сейчас завязалась. То есть раскрасок много, но у них обязательно есть такая, которая будет синхронизирована. И связь N-1 будет, да, вот. Если все вершины сделали положительными, то есть мы, так сказать, то потом можно еще N-1, так сказать, подкрутить, добавить. Ну, это будет видно им. Ну, вот как раз этот вопрос я и ставлю. А как же связаны характеристики, так сказать, экспонента? Да, и вот здесь я пользуюсь такими сокращениями. Рисет-клянгс, ну, там, уровень синхронизируемости, да, чтобы не говорить каждый раз. А главное, не писать на слайде. Значит, минимальная там длина кратчайшего синхронизирующего слова. Получается, что то, что циклы в совокупности взаимно просты, это происходит тогда и только тогда, когда есть какое-то T, что за T-шипов можно из-за того, что можно из-за того, что можно попасть. Вот, ну вот, еще раз. Теперь я вот те результаты, которые я уже упоминал, но про матрицы, я их воспроизведу и более точно сформулирую, так сказать, применительно к графам. Понятно, что у Виланта и вот там Долмажа Мендельсона у них никаких арграфов не было, а были матрицы, но мы поняли, что это эквивалентно. Вот есть такой результат. Значит, экспоненты любого примитивного арграфа с n вершинами не превосходят n-1 в квадрате плюс 1, это точная граница. Это вот такая статья, значит, это, кстати, известный автор дискретной математики, вот эти, они там, в общем, вот Мендельсон, там у него много всяких результатов. В 64-м году большая статья, такая очень-очень читабельная, надо сказать. Вот, мы ее, так сказать, очень основательно изучили. Значит, что здесь написано? Что существует в точности один примитивный арграф, у которого экспонент n-1 в квадрате плюс 1, это тот, который придумал Виланд, никаких других нет. Ну, понятно, с точностью там до изоморфизма. Существует ровно один такой, у которого n-1 в квадрате. А он как-то соответствует до автомата чёрной? Мы про это будем говорить, да. Вот. Если n больше 4 и чётное, то не существует примитивных арграфов, у которых экспонента в этих границах. То есть вот получается обязательно такой зазор. А если n не чётное, то два зазора. Да, а остров размера максимум 3, совершенно верно. Вот. n в квадрате минус 3n плюс 2, n в квадрате минус 3n плюс 3, n в квадрате минус 3n плюс 4. Это остров. То есть, что для n равна 9, тогда получилось не автоматом, а для этого прямостоятельности? Ну, очень похоже. Вот. Сейчас. Вот. Для 9 я сейчас покажу эти два набора данных. Значит, верхнее это то, что получается из теоремы Долмажа и Мендельсона, а нижнее это то, что из наших экспериментов получается. Как они соотносятся? Вот если посчитать, значит, вот есть 1.65, 1.64, вот есть 1.58, 1.57, 1.56, вот тут 4.4, да? А вот наши данные. Значит, эту строчку вы уже видели, но сейчас вот ещё, так сказать, чётче видно, как это всё хорошо друг другу соответствует. Вот тут согласны, да? Значит, вот как бы, так сказать, понятно, что, ну, вот это не в точности то же самое, да? Не то, что вот один к одному, но уж очень похоже и, так сказать... Ну, вот да, вот. Ну, не совсем так, но вот похоже, да, вот, согласитесь, так сказать, похоже. Вот, вот, это самое. Ладно, ну, хорошо. Теперь перейдём, собственно, к тем примерам, которые здесь возникают. То есть, вот результатом нашей работы стало то, что мы... Можно показать обратно. Вот мы взяли все такие большие автоматы, да? Да? После первого пропуска там всегда пока что один получается. То есть, 50-80, один... Да, да, пока да. То есть, мы... Ну, ещё раз, вот, в общем, сейчас я скажу в точности, что мы доказали. То есть, вот это экспериментальные результаты, ну, и потом, так сказать, ну, вообще говоря, мы верим, так сказать, что всё правильно, вот, но... Конечно, никакой гарантии нет, так сказать, такой стопроцентный. А вдруг, да, в программе этого Гусева ошибка. И она там систематически пропускает какой-нибудь там автомат с синхронизирующим словом длиной 69. Так, хотя мы это просто не знаем. Вот. А сейчас я скажу, что же мы доказали. То есть, значит, ну, сами эксперименты, они не безинтересны, но всё-таки, значит, скажем, хотелось что-то доказать. Мы доказали вот что. Мы, вот, для каждого из этих автоматов, который здесь появился, мы поняли, из какого графа он происходит, доказали, ну, так сказать, и доказали это в общем случае. То есть, не только для 9, а для любого N. То есть, в результате у нас получилось много серий, ну, вот, раз, два, три, четыре, там, в общем, много таких бесконечных серий для каждого N, ну, иногда только для чётного N, иногда только для нечётного N, вот, всякие ограничения напарности. Медленно синхронизируют автоматов. Про каждый из которых мы это доказали причём таким единообразным способом. В том числе для автомата черни. Это доказательство я хочу показать. Вот. Мы доказывали про автомат черни, что у него длина, кратчайшаяся, слово N-1 в квадрате, там, одним методом. А сейчас я покажу, как это совсем другим методом получается. Вот. Но начнём мы с автомата Вилланта. Вот, собственно, граф Вилланта, это вот граф, который получается, если у того автомата, который нарисован, стереть все метки. То есть это один большой цикл длины N, и у него есть одна хорда. Вот. Вот здесь. То есть у него два цикла. Один длины N, а другой длины N-1. Через одну, да. Вот. Вот такой автомат. И вот это известно, что автомат, у которого, ой, пардон, граф, у которого экспонента равна в точности N-1 в квадрате минус 1. Его можно превратить в автомат, если взять его раскрасить. На самом деле видно, что его по существу можно раскрасить одним способом. Ну, ясно. Все ребра, вот, в большинстве случаев у нас из вершины выходит ровно одно ребро, поэтому мы её просто обязаны буквами А и Б покрасить. Единственная вершина, из которой выходят два ребра, это вершина, которая через N здесь обозначена. Ну, значит, одно ребро красим А, другое Б, и на самом деле не важно, какое как. Получается изоморфный автомат. То есть почти у него одна раскраска. Заметим, что из этого автоматически следует, что она синхронизируема. Понятно, почему? Нет? Ну как, по теореме раскраски дорог у каждого примитивного арт-графа есть синхронизирующая моя раскраска. Если у графа есть только одна раскраска, то никуда не деваться, именно она и будет синхронизирующая. То есть если граф, так сказать, такой, что его можно покрасить только одним способом, то эта раскраска автоматически будет синхронизировать. И даже не надо специально... Ну, понятно, что это несложно доказать для этого конкретного графа. Если посчитать, то получается вот так. n в квадрате минус 3n плюс 3. На самом деле это мы доказали раньше. То есть у нас было доказательство. Для этого конкретно графа, такое вот на языке игровом. то есть это... Ну, в общем, были некие там соображения, что вот этот конкретно автомат у нас появился... Ну, собственно, я могу сказать даже, это, наверное... Я, правда, про это буду говорить потом снова в разделе про проблемы. Вот после того, как была доказана теорема раскраски дорог, у меня такой вопрос появился. По-моему, очень естественный. Допустим, у меня есть граф. Его можно раскрасить многими способами. Как раскрасить его оптимальным способом? В том смысле, чтобы он стал синхронизируемым и к тому же синхронизируемым как можно быстрее. Вот. И какая там есть, так сказать, нижняя оценка вот для такой задачи? Это такой гибрид между проблемой раскраски дорог и проблемой черни. То есть я теперь хочу у графа найти среди всех его синхронизируемых раскрасок ту, которая синхронизируется быстрее всего, и теперь взять вот максимум по всем возможным графам с вершинами. Так вот, когда мы, так сказать, эту задачу там стали ставить, то вот этот пример всплыл сам по себе. То есть это, грубо говоря, в тот момент это было нам не так очевидно, что это пример Виланта. А просто, ну вот, из тех соображений, что это граф, у которого только одна раскраска, и поэтому, значит, он дает, ну, так сказать, и в то же время он синхронизируется достаточно медленно. То есть он дает нижнюю оценку в этой гибридной задаче про, между проблемой черни и проблемой раскраски дорог. Вот. Ну и вот сейчас я уже могу сказать, что мы довольно много уже экспериментального материала накопили, ничего лучше мы не нашли. То есть это, по-видимому, вот это экстремальный граф для этой задачи. Вот. Как получается вот эта штука? n, почему получается n в квадрате минус 3n плюс 3? Как уже сказал, наше первое доказательство было таким вот, ну, так сказать, своими методами взяли и доказали. Фактически это легко следует из того результата, который известен про эти графы, вот, из равенства, что экспонента такая. Дело в том, что вот такое неравенство справедливо, ну, на самом деле всегда для любых графов, и, ну, для любой раскраски любого примитивного, любой синхронизирующей раскраски примитивного графа. вот эти два параметра, значит, связаны таким соотношением. Да, давайте, может, я это напишу. Если а синхронизируемая раскраска примитивного арграфа, ну, скажем, гамма, то экспонента гамма не превосходит, вот, длины кратчайшего синхронизирующего слова для а плюс n минус 1. Почему это так? Ну, смотрите, если у меня есть синхронизирующее слово, это значит, что есть путь, ну, вот этой длины, да, там, пусть эта длина равна r, значит, есть путь длины r из любой вершины в какую-то фиксированную. Тогда я утверждаю, что есть путь длины r плюс n минус 1 из любой вершины в любую. Ну, не больше, он может и меньше быть, да, там, вот так. То есть, вот этот минимальный, да, это же минимальное число с таким свойством, потому что есть путь из любой вершины в любую с такой длины. А я утверждаю, что вот такой точно есть. Ну, отсюда получается это неравенство. Почему? Значит, итак, вот обозначим r, l от a через r для простоты. Значит, я могу из любой вершины прийти в какую-то вершину r, в какую-то вершину, там, за r шагов. Теперь граф сильно связанный, да, поэтому из любой вершины я могу прийти из любой фиксированной вершины я могу дойти до любой другой вершины не больше, чем за n минус 1 шаг. а? Ну? То есть... Но нам надо дать еще другое, да? То есть, не больше, чем за n минус 1 шаг, мы можем дать, если бы нам нужно, чтобы за прям вот это фиксированная вершина шагов была. Если это правильно, то... Да, это правильно. А-а-а. Сейчас. Ну, может быть, я слишком сильно сформулировал, но в этом... А, у нас есть синхронизирующие слова в этой длине минимальной, это значит, что есть синхронизирующие слова всех длин, начиная вот этой минимальной, ну и с прибавлением какого-нибудь слагаемого. Вот, отлично, возьмем, перейдем, рассмотрим длинных путей из каждой вершины в какую-нибудь, ну, которая исходит из сильной связности, вот, и там останется дополнительное слагаемое, которое нужно будет добавить, которое, ну, может быть, чуть больше, чем RL, вот, а, вот, но нам не важно, насколько больше, потому что у нас есть синхронизирующие слова. Такой длины, да. Смотри, посмотри, посмотрим, самый длинный путь из какой-нибудь вершины в какую-нибудь, он, понятно? Имеет длину не больше, чем RL, а, ну, кстати, отлично, возьмем вот эту начальную вершину, ну, возьмем начальную вершину, у нее можно синхронизировать за RL, вот, отлично, будем строить... Почему нет, ну, возьмем вот эту вершину, если бы сказать так, путь из любой вершины в конечную, возьмем начальную вершину в конечную, путь из любой вершины в конечную имеет длину не больше, чем RL. Да. Вот, отлично, значит, мы хотим, значит, после этого мы сделаем так, значит, смотрим какой-нибудь, какой-нибудь синхронизирующий путь в любую вершину, ну, кратчайший. Он будет иметь длину не больше, чем RL от А? Сейчас, 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 конечно, А, нет, я... Ну, ладно, если вы не узнаете, я взгляну, чтобы точно... У меня статья-то есть с собой, там все это написано. Не, ну, на самом деле верится и просто в голове провернуть... Ну, да, 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 ну, сейчас... Серега говорил, мне уже не уследить. Ну, вот, на языке матриц, на самом деле, я очень хорошо понимаю, почему это так. Вот, гамма, да, это что такое? Вот, будем про матрицы рассуждать. Гамма, это что такое? Гамма, это значит, вся матрица стала положительной. А что такое длина кратчайшего синхронизирующего слова на этом языке? Это значит, целый столбец стал положителен. Ну, правильно? Вот, у нас есть путь одной и той же длины из... Из каждого, значит, у нас один столбец стал положительным. Если я начну еще возводить, то этот столбец, не больше, чем через n-1 шагов, всю матрицу закроет. Вот, я его как бы могу сделать так, что... Ну, вот, я его сдвигаю на единицу, так сказать, все закрою, потом я это суммирую. Значит, все это получится. Ну, ладно, давайте я подумаю, может, потом как это хорошо на таком языке объяснить. Сейчас... Пишу. Вот. Ну, давайте поверим пока, что это так. Ну, и тогда получается вот такая оценка. n в квадрате минус 3n плюс 2. А тут удерживается, что n в квадрате минус 3n плюс 3. Вот. На самом деле. Вот. Ну, за счет чего эта лишняя единичка получается. Вот. Она вот, на самом деле, из каких соображений получается. Вот. В этом графе у меня всего лишь два цикла. Один длинный n и n минус 1. Возьмем любое синхронизирующее слово. Ну, ясно, что кратчайшее синхронизирующее слово, разумеется, синхронизирует к состоянию 2. Ну, понятно. Только там сходятся решения. Вот. Возьмем это кратчайшее синхронизирующее слово. Оно должно метить какой-то путь из 2 в 2. Правильно? Ну, если я применю это слово в состояние 2, я в состояние 2 верну. Ну, этот путь разбивается на циклы. Как он может в этом графе быть организован? Он проходит его циклы. Значит, этот большой цикл, он складывается из простых. Это значит, что длина этого пути есть некая неотрицательная линейная комбинация чисел n и n минус 1. Ну, это так называемая аддитивная проблема, диафантовая проблема Фрабениуса, да, задача о размене. Ну, все когда-то, наверное, там в школе решали такие упражнения. Какое наименьшее количество денег или какую наибольшую сумму нельзя без сдачи воплотить 3,5 копеечные монеты. Вот такого сорта. Вот. Ну, это хорошо известный результат. Значит, если у меня есть два числа, а и b взаимно простые, то наименьшее число, начиная с которого любое можно представить в виде их целочисленной линейной комбинации с неотрицательными коэффициентами, это их произведение минус их сумма. Значит, если а, b взаимно просто, то, ну, может быть, к, л давайте, да, там. К, л взаимно просто, то все числа, начиная с к, л минус к, минус л, представимы. Как неотрицательные комбинации. Как неотрицательные комбинации. Ну, например, вот в задаче про 3,5 копеек. Значит, плюс 1, да, вот тут надо написать. Вот это число как раз еще нельзя, да, а вот следующее за ним можно. Вот, задача 3,5 копеек, значит, 3 жду 5, 15, минус 3, минус 5, 7, вот 7 нельзя, а 7 плюс 1, 8 можно, и любое число, начиная с них, можно. Ну, или там. Так вот, значит, наша ситуация такая, вот пусть у меня, допустим, s длина кратчайшего синхронизирующего слова. Тогда есть слово, синхронизирующее длины s плюс 1, s плюс 2, все такое. Вот, значит, каждое такое слово, оно к какому-то состоянию синхронизирует, и, значит, оно метит цикл такой длины, начиная из этого состояния. Значит, каждое число, начиная с s, должно быть неотрисательно линейной комбинацией длин простых циклов. Правильно? Вот, это значит, что это число не может быть, ну, меньше, чем вот величина n на n минус 1, минус n, минус n минус 1 и плюс 1. Это как раз есть n в квадрате минус 3n плюс 2. Вот, там, из этих соображений. Значит, получается n на n минус 1, минус n, минус n минус 1 и плюс 1. Это n в квадрате минус 3n и плюс 2. А на самом деле n в квадрате минус 3n плюс 3. Это почему? Ну, это потому, что вот единичка тоже должна в двойку синхронизироваться. Словом, кратчайшей длины, которая, мы знаем, в двойку все ведет, единичка тоже должна доходить в двойку. А из единицы только один путь идет в двойку. Значит, мы должны сделать первый шаг, а потом еще пройти цикл. А длина которого, как мы знаем, n в квадрате минус 3n плюс 2. Вот за счет этого единица получается. Вот. Таким образом, что мы видим? Мы видим, вот один из способов, как, вот здесь в автомате Вилланд он совсем простой. Если мы берем оргграф с большой экспоненты, то из него можно получить автомат, который медленно синхронизируется. Величина по порядку будет такой же, ну вот там чуть меньше, чуть больше, вот где-то в этом стоит. И на самом деле каждый, вот если взять каждый из этих известных оргграфов с большой экспонентой, то он порождает вот таким способом. Просто взять раскраску какую-то у него, он порождает медленно синхронизированный автомат. Значит, это конечно хорошо, ну да, это вот то, что я уже говорил, да. Значит, что вот этот автомат Вилланд, он, так сказать, по-видимому является экстремальным для вот такой комбинированной гибридной задачи, когда мы то и другое. Вот, но, а, вот это другие графы, которые так получаются. Вот мы взяли другие оргграфы с большой экспонентой из списка, который нам известен, их покрасили и получаются вот такие примеры. Вот то, что нарисовано налево, это на самом деле самый медленный автомат, тот самый самый медленный автомат после автомата Черни. Вот, конечно, было бы хорошо, а, ну я могу вернуться, наверное, это вот сюда, да, вот смотрите, вот единица, это автомат Черни, вот автомат Вилланд, он вот здесь, n в квадрате минус 3n плюс 3, он один из этих двух. А вот этот автомат, который я сейчас показывал, он вот этой единице соответствует, ну или вот этой, да, то есть это то, что самое медленное, он тоже единственное оказывается. Ну, у этого же автомата, у этого же графа есть другая раскраска, у него две раскраски. Вот, одна, значит, n в квадрате минус 3n плюс 4, то есть лучше, чем автомата Вилланд, ну медленнее, чем автомата Вилланд, а другая быстрее. Но другой автомат, другая раскраска тоже интересна, она тоже в некотором классе автоматов, по-видимому, экстремальной является. А именно в каком? Вот интересно, что в правом автомате ни одна из букв не действует, как перестановка. Видно, да? Это, нет, вот это А, вот это А, а вот это В. Вот, буква А вот сюда втыкается, да, а буква Б вот сюда втыкается. Что выглядели? Ну, в левом буква Б просто по циклу гоняет, а вот, да? А в правом ни одна буква не гоняет по большому циклу, то есть там есть большой цикл, но он одной буквой не помечен. То есть он, по-видимому, в этом классе, так сказать, самый экстремальный автомат. Вот, то есть автоматов, в котором была бы, ну, ни одна, так сказать, не групповой такой, а депот группового автомата. В групповом каждый действует, как перестановка, тут ни одна не действует, как не перестановка, да? Вот, то есть у него группа обратимых элементов, у моноида переходов здесь тривиальна. Хорошо. Вот, ну, понятно, что не все, вот таким способом, если я беру и просто крашу деграфа, так не могут быть получены все медленно синхронизированные автоматы. Например, автомат черни. Его нельзя получить раскраской какого-то графа. И вообще понятно, что если у автомата есть петля, да, то он, конечно, экспоненту имеет очень маленькую. То есть если у автомата есть петля, то он становится, ну, скажем, это то же самое, если у матрицы где-то стоит единичка на главной диагонали, то она становится положительной, самая большая через n-1 шаг. Вот, эта единичка, она с диагонали никогда уйти не может, а она порождает все новые, новые, новые единицы, она, так сказать, распространяется. Вот, это хорошо понятно в этой задаче, вот в этой интерпретации заражением, да. Это значит, что есть петля, да, то есть эта единичка всегда останется, да, вот, а в то же время она посылает, ну, по всем ребрам, которые из них сходят единицы, и за не больше, чем n-1 шаг она все покроет. А, ну, кстати, это, это, между прочим, доказательство вот этого. Ну, да, то есть, если есть синхронизируемая, то петля появится уже. Ну, есть цикл, и, значит, так сказать, в степени... Вот в этой степени появится такая единица, так сказать, на диагонали обязательно, ну, какой-то столбец будет весь единичный, значит, в частности, на диагонали будет единица, поэтому через n-1 единица будет стоять всюду. Вот. Так вот, оказывается, что на самом деле автомат Черни, это автомат Виланта, только немножко модифицированный, или наоборот, скорее, автомат Виланта, это автомат Черни. А именно, если взять автомат Черни, вот он показан слева, ну, там, я немножко его, потому что не так нарисовал, как раньше, там, раньше я с нуля нумеровал, до n-1, здесь с единицы, ну, это, понятно, не важно, тот же самый автомат. Значит, мы знаем, что у него синхронизирующее слово имеет длину n в квадрате минус 2n плюс 1, а вот экспонент у него всего n-1. А теперь рассмотрим в нем действие двух букв, ну, старой буквы B и новой буквы C. Эта новая буква C, это AB. Понятно, да? Тогда мы увидим, что это в точности автомат Виланта и получается. Вот если я представлю, как AB действует, да, вот, скажем, единицу AB переводят в двойку, ну, вот, а двойку, AB переводят в тройку, вот, n, AB переводят в двойку. То есть, так сказать, поскреби автомат Черни, и увидишь, автомат Виланта за ним стоит. И на самом деле на этом языке очень просто доказывается нижняя оценка, вот, и, так, во сколько нам надо прерваться? Как будет? Ну, примерно, так сказать, ориентировочно. Примерно через 5, наверное. А, ну вот, давайте, я хочу доказательства просто воспроизвести. Оно именно займет у нас не больше 5 минут. Вот. Так. А, вот, да. Спасибо. Так, ну, давайте доказывать. Значит, мы пытаемся доказать, что кратчайшее сегментирующее слово для автомата Черни имеет длину N-1 в квадрате. Пусть W – вот такое синхронизирующее слово минимальной длины для автомата Черни, для СН. Оно не может кончаться на B. Почему? Ну, понятно, почему. Буква B действует как циклическая перестановка. То есть оно уже ничего сжать не может. Значит, если слово W все сжало в одну точку и кончается на B, то слово, полученное откидыванием этой последней буквы B, тоже будет сжимающим, тоже будет синхронизирующим. Правильно? Ну, а мы предположили, что W кратчайшее. Значит, от него ничего нельзя откинуть. И так оно не может кончаться. Значит, можно его записать как W' на A. Вот. Дальше. Понятно, что если Q – это множество состояний нашего автомата, и подействует W', то должно получиться что? Должно получиться в точности, ну вот в этих обозначениях, как здесь, 1, 2. Ну, последнее применение буквы A, раз это было, вот, W' это еще не было сжимающим словом, последнее применение буквы A все сжало в одну. Но буква A только 1, 2 отождествляет. Значит, когда я применил W', осталось 1, 2. Хорошо. Дальше. Еще раз? А, N1, да, черт, извиняюсь, да, это. Можно переназвать? Нет, ну зачем? Надо, чтобы соответствовало по значению рисунка. Да, согласен. Да, N1. Хорошо. Дальше. Вот еще такую вещь, заметим, что буква A, это и демпотент, то есть она в квадрате равна самой себе, и действие фиксирует те состояния, которые принадлежат ее образу. Это значит, что в кратчайшем слове A в квадрате никогда не может встретиться. Ну, понятно, зачем бы мы его писали, мы бы просто убрали второе вхождение A. Это значит, что в кратчайшем слове, кроме самого последнего вхождения буквы A, каждое вхождение буквы A, за ним идет вхождение буквы B. Значит, итак, в W' после каждого A идет B. Правильно? Это значит, что W' можно переписать в алфавите из букв B и C, равному B. Правильно? То есть B оставляем, а вот после каждого A идет B, каждое вот такое вхождение B я заменяю на C. Получается слово V. Некоторое слово V. Слово V, да. Заметим, что вот W' и V действуют на самом деле одинаково. То есть слово W, вот это новый автомат, ну автомат Виланта. Но действие слова V в автомате Виланта приводит к тому же эффекту, которому действие W' приводило в автомате Черни. Значит, в автомате W' в N, Q на V это N1. Правильно? А тогда применение буквы C синхронизирует автомат. В, C, но это не W, это W, это W, C синхронизирует для W'N. Правильно? Но мы уже знаем, что длина кратчайшего синхронизирующего слова здесь N в квадрате минус 3N плюс 3. Значит, длина вот этого слова никак не меньше, чем N в квадрате минус 3N плюс 3. Правильно? Ну а значит длина слова W никак не меньше, чем N в квадрате минус 3N плюс 2. Да? Понятно? Вот. Дальше. В этом слове В по крайней мере N минус 1 вхождение буквы C. Почему? Потому что каждая буква B ничего не сжимает. А в синхронизирующем слове. Значит, в слове... А буква C сжимает на единичку каждый раз. Она, ну как бы одну монету снимает. А у нас всего их N, а должна остаться одна. Значит, синхронизирующее слово содержит по крайней мере N минус 1 вхождение буквы C. Значит, слово В содержит по крайней мере N минус 2 вхождение буквы C. Значит, В, В по крайней мере N минус 2 вхождение буквы C. Но C это такая составная буква, это на самом деле А, В. Поэтому если пересчитать длину слова В штрих, то длина слова В штрих... Это не меньше, чем длина слова В, длина слова В штрих, плюс N минус 2. И это не меньше, чем N в квадрате минус 2N. Ну, а значит, длина исходного слова В не меньше, чем N в квадрате минус 2N плюс 1. То есть, вот мы совсем из других соображений доказали тот же самый результат. Мне кажется, что на самом деле концептуально это проще. Никаких весов, ничего не было. Ну, вот мы воспользовались тем, что мы знаем про автомат Виланта, но это тоже было просто. Это мы использовали, ну, там такой элементарный результат из теории чисел. Вот. Вообще вот эти теории числовые соображения, они вот это и при изучении этих экспонентов неотрицательных матриц очень большую роль играют. Потому что там именно надо смотреть, как можно длинный цикл создать из коротких и так далее. Но, к сожалению, вот такой ясной формулы, как для двух чисел, уже для большего числа не существует. Это большая наука. Есть монография огромная под названием «Диафантовая проблема Фрабениуса». Вот, так сказать, когда изучается вопрос, даны сколько-то взаимно простых чисел натуральных, ну, не отрицательных, а целых от положительных чисел. И спрашивается, каково то наименьшее число, начиная с которого все числа можно выразить как неотрицательная линейная комбинация этих. Там, в общем, очень много этим занимается. Есть такие довольно интересные результаты. Вот. Ну вот, значит, мы обнаружили, как еще можно сделать. То есть можно вот таким, Гусев, он такое слово придумал, распетление, вот этот процесс назвать. То есть мы распрямляем петли. Так вот, общий вывод такой, что любой из тех автоматов, которые медленно синхронизируются, которые нам удалось обнаружить, получается из одного из известных арграфов с большой экспонентой, либо путем просто прямой раскраски, мы его просто красим разными способами, либо путем распетления. Вот. Ну и сейчас я быстренько пробегу по оставшимся слайдам. Это можно не смотреть. Вот здесь опять все, вот эта вот табличка сверху воспроизведена, это та строчка, которая в наших экспериментах была получена. И красным, видно, да, что там что-то красненькое, показано, ну вот, то, что соответствует этому автомату. То есть вот этот вот автомат, мы его уже видели, значит, который получается для этой единички. Вот это один, ну это автомат Вилланта, это один из этих двух автоматов, которые вот этой двойке отвечают. Вот это другой из этих двух автоматов, в нем уже есть петли. Он получается распетлением какого-то вот из графов. Вот это один из трех, мы его тоже уже видели, это автомат без, ну да, без перестановочных букв, то есть с тривиальной группой обратимых элементов. Вот это автомат с петлями, и один из этих трех, значит, он распетлением из какого-то получается. И это еще один автомат. Вот этот автомат мы открыли раньше, так сказать, в свое время. Я про него буду, ну не про него, а про эту задачу буду говорить. То есть вот на доказательство того, что этот автомат имеет вот такое слово, длины n в квадрате минус 3n плюс 2, это мы отдельную статью писали по этому поводу, и она была на конференцию принята, и, значит, в общем, потом в теоретику компьютер-сайенс вышла. То есть вот с новой технологией это почти очевидно. А вот тогда, ну, в общем, там нетривиальные доказательства, пришлось повозиться, в общем, там тоже, конечно, мы его открыли там, ну, так сказать, ну, как бы так, я вот подумал, а почему не сделать вот такое, ну, по аналогии с автоматом черней, и потом экспериментально посчитали, что да, у него большая длина, потом сели, стали доказывать, вот придумали весовую функцию, там она уже сильно нетривиальна. Он существует только для n четного. Вот. Ну вот. Я оговорился, для n нечетного как раз, да. То есть n должно быть нечетным. То есть вот для 9 он существует, для 7 тоже. А вот для 8, скажем так, для 8 можно нарисовать аналогичный автомат, но он не будет синхронизируемым. Он просто не будет синхронизируемым. У него, ну, а соответствующий орграф не будет примитивным, у него длины всех циклов будут на два делиться. Вот, если, так сказать, распетлить, то получится непримитивный орграф. Вот. Ну вот общий вывод, который я бы хотел отсюда сделать, что вот, значит, во-первых, мы поняли, что примитивные орграфы с большими экспонентами напрямую, то есть путем раскраски, или путем вот этой операции распетления, оказались истинной причиной, значит, появления всех известных нам медно-синхронизируемых автоматов. То есть мы не знаем ни одного исключения. Вот. Ну, где медленно синхронизируем, означает, что вот больше, чем то число, которое самое маленькое в оценке вот этого долмажа Мендельсона. n в квадрате минус 4, n плюс 4, там что-то в таком духе. То есть, n минус 2 в квадрате, да, n минус 2 в квадрате плюс 1, или даже плюс 2. n в квадрате минус 4, n плюс 6, вот, это нижнее там, то, что, где кончается второй пробел. Это n в квадрате минус 4, n плюс 6. Вот. Ну и вообще, так сказать, нам кажется, что это перспективно. То есть, если мы поймем больше про эти связи, то, может быть, можно и проблему Черни на этом пути решить.